Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально неделю назад я и группа туристов из Латвии вернулись в наши поездки в Исландии. Но по ряду причин я не смог предоставить необходимую информацию во время записи влога именно в Исландии, поэтому этот влог будет сопровождаться видео уже из дома, которое я записываю после нашей поездки, и буду по возможности наполнять полезной информацией эти три видеоролика, которые вы, возможно, посмотрите. Так, что, пишем? Пишем. Всем привет! Давно не было выпусков у меня на канале, но вот так получилось, что сегодня я выбрался в Исландию на поездку в три дня. Сегодня 26 число. Мы сегодня прилетаем, и 29 числа мы отсюда улетаем. Я еду сюда с группой, которая называется Traveling LV. Это ребята из Латвии, которые путешествуют по всему миру. Они организовывают более-менее такие всеми профессиональные, насколько я понимаю, поездки. То есть это не просто приехал в отель и переночевал, и поехал потом на машине кататься, а мы будем оставаться в каком-то определенном месте, вы все это увидите в этом блоге. Затем мы будем прыгать в автомобиль и ездить по различным местам, проходить различные тропы, треки, так называемые. Я буду стараться все это записывать и рассказывать вам. Все необходимые ссылки я оставлю в описании под этим видео. Основное, что я могу сказать сейчас, то, что стоит поездка такая через эту компанию 525 евро, не включая ваш билет сюда. Я сам летел из Лондона, потому что я живу в Лондоне, а все ребята, основная масса, насколько я понимаю, они прилетят из Риги. Я приехал чуть-чуть раньше, на полтора часа раньше, чем они. Они приземляются через полтора часа, и вот с того момента у нас начнется приключение. А пока я тут один, мне делать нечего, решил записать небольшое введение, вступление, интро. Основная идея нашей поездки в Исландию является охота за северным сиянием. Но, как вы видите, пока что небо затянуто тучами, облаками, и прогноз погоды тоже не очень благоприятный. Так что, возможно, с этим будут какие-то сложности. Но я не теряю оптимизма и уверен, что все у нас получится, все мы увидим. Также сейчас в Исландии чрезвычайное положение. Пока мы еще приземлялись, я получил сообщение от служб исландских, в котором было указано, что вы приближаетесь, или вы попадаете сейчас в опасную зону. Пожалуйста, следите за обновлениями от тех, кто заведует этими всеми обновлениями. В плане вулкана, я так понимаю, эти все оповещения мы получили. Власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за серии землетрясений на полуострове Рейки-Ан-Нес. Зарегистрировано 24 тысячи подземных толчков магнитудой самого сильного в 5,2 балла. Существует вероятность извержения вулкана. Геотермальный курорт Голубая Лагуна закрыт на неделю. В общем, жду своих сопутников, спутников, группу из Латвии, которая приезжает, как я уже сказал, через полтора часа. Пока, наверное, похожу по аэропорту, заряжу все, что мне нужно зарядить, то, что я не успел зарядить, потому что я постоянно находился последние дни в пути. В общем, оставайтесь с нами, смотрите видео дальше. Табло говорит, что самолет из Рейки приземлился, так что наши скоро должны выйти из этой двери. Добрый. Привет, привет, привет. Всем привет. Привет, Алексей. Привет. Ломан, это для тебя. Какие ноги шикарные. Здравствуйте, какие шикарные лозы. Всем привет. Здравствуйте, коллега. Смотрите, какие ноги. Мы все встретились, вот мы сейчас находимся в аэропорту. Наши планы немножко поменялись. Мы не поедем везде, куда хотели поехать. Мы не едем в техническую зону, потому что там опасно. И об этом я вам уже рассказал по средствам сообщения, полученного от службы безопасности Исландии. Но мы поедем через 40 минут в долину гейзеров. Мы все это вам покажем, все это заснимем. Оставайтесь с нами. В общем, после получаса ожиданий за нами едут какие-то автобусы, машины. Это все организовал Владимир из Traveling LV. Нас сейчас заберут и повезут по какому-то маршруту, который вы увидите. Мое первое впечатление о Исландии неоднозначно. Оно менялось и складывалось в одно целое на протяжении всей поездки. Я буду постепенно рассказывать вам о своих мыслях по ходу этих трех выпусков. Но наперед могу сказать одно. Оно еще полностью, в смысле, мое мнение, не сформировалось. Я слишком мало где тут еще побывал и слишком мало чего еще и видел. Но к этому мы еще вернемся. Давайте по порядку. Когда мы начали ехать из аэропорта, мы любовались океаном, лавой, лавой и лавой. Вблизи аэропорта мало гор и кругом равнина из застывшей вулканической лавы. Я понимал, что тут так не везде. Так как я видел много видео про Исландию, поэтому я просто сидел и ждал, когда мы куда-нибудь приедем. Пока внезапно не увидел маяк. Это была наша первая плановая остановка. Дабы не тратить время по дороге из аэропорта до места, где мы должны были оставаться, то в двух часах езды от аэропорта было запланировано посещение нескольких мест сразу же после прибытия. Итак, первое место – это маяк Рекинес. Является историческим символом этого региона. Он был построен тут в 1878 году и продолжает охранять побережье Рекинеса. Маяк открывает потрясающие виды на океан и бескрайние геотермальные зоны, на которые открывается отличный вид, если подняться на находящийся совсем рядом утес Валахнукамол. Это живописное прибрежное место, где, кстати, раньше находился самый первый маяк в Исландии, которого больше нет, осталась только табличка. Тут у нас было время полазить по утесу, нафоткать кучу фотографий, а кто-то даже отважился полетать на дроне в такую непогоду. КОНЕЦ КОНЕЦ Давай-давай, шуруйте быстрее. Девушки, давай-давай-давай. Ну как там было интересно? Очень красиво. И что вы там видели? Птичек термостойких. Могучие волны. Вот, я ждал про волны. Сила океана. Сила океана. Итак, мы достигли второй точки нашего маршрута. Это место связано с каким-то божеством мифическим. Выглядит интересно. В горе находится что-то, что создает много пара. Предположительно, это какой-нибудь гейзер. Но сейчас мы подойдем поближе и посмотрим уже поближе. Но выглядит очень интересно. Гунавер Хат Спрингс названа в честь духа привидения Гуны. И считается, что это место обладает сверхъестественной силой. Мы же, в свою очередь, из-за необычного заметили только то, что из земли идет пар. Все пахнет серой. Ну и еще было очень мокро. Похоже, здесь немножко потряхивает, наверное, вулканическая активность. Скорее всего, мы находимся над вулканом. После Гуновер мы отправились на мост между континентами. Это символическая структура, соединяющая североамериканскую и евразийскую геологические плиты. Следующая остановка у нас будет разлом плит. Евразия с Америкой разделяются здесь, на этом острове. Это место подчеркивает уникальную геологию Исландии. Она находится на соединении двух этих плит. И место соединения подчеркивает небольшой разлом, через который был построен этот самый мост, на который мы отправились. Погода капец. Мы такого не ожидали, но что поделать. Это было ожидаемо, наверное, потому что все-таки ехать зимой в ноябре в Исландию нужно было быть готовым к этому. Но, тем не менее, вот мы сейчас находимся на разломе двух плит. Евразийской плиты и американской. Она находится прямо вот за моей спиной. Вот это евразийская, а это американская. Я надеюсь, я не ошибся. Вроде было так написано на знаке, который я тоже снял. Но все выглядит очень мрачно. Не в плохом смысле этого слова, если так можно выразиться. Цвета достаточно драматичные, но в то же время не очень позитивные. Но достаточно атмосферно. И вот смотрите, одной ногой я сейчас встану в Америку, а второй в Евразию. На двух континентах одновременно. Вот казалось бы, это всего лишь должна была быть дорога до дома, где мы будем оставаться. Но заехав по все эти места, день дороги превратился в полноценное приключение. Ну и само собой, мы должны были проголодаться. Поэтому перед тем, как отправиться в наш дом, где мы все будем оставаться, мы заехали в Рекьявик на ужин и для небольшой прогулки по центру города. Но сперва был ужин. Мы приехали в Рекьявик и идем сейчас на ужин. И потом мы идем на 40-минутную прогулку по самому городу. После чего мы отправимся уже в тот дом, где мы будем оставаться. У нас группа 14 человек. И для нас сняли за эти деньги, туда же все входит. Два домика, один большой, другой поменьше. В поменьше доме будут оставаться две пары. А все остальные, 10 человек, будут жить в общем доме. По два человека в комнате. Как это будет выглядеть там внутри, я вам, конечно же, все покажу. Пока идем на обед, скорее всего, будем есть рыбный суп. А исландик стрит фуд. Этот ресторан предлагает вам попробовать разнообразные традиционные блюда Исландии. Включая фарше, шпроты и бренду овсянка. Я не уверен, что они эти два блюда мешают и вместе, хотя, может быть, и мешают. Я не решился, но вы можете попробовать, если вам интересно. А мы все дружно ели суп. Сам ресторан был достаточно аутентичен, что предоставило нам возможность прогрузиться в местную культуру и кухню. Хотя бы совсем немножко. В общем, пришли мы в место, где мы будем есть суп. Система в этом ресторане работает таким образом. Можно выбрать суп либо в буханке хлеба, либо в тарелке. И есть три разных супа. Рыбный, бараний и, по-моему, какой-то... И томатный. Важный нюанс. Лучше начинать с рыбного, если вы любите рыбные продукты. Потому что рефилить рыбный нельзя. А все другие можно рефилить, сколько вы хотите. То есть, как бы... Оу-юфилейт. Система. Выглядит. Вот так. Покажи. Накидали креветочек там. Если честно, я бы предпочел есть из тарелки, но ради вас... Ради вас. Я ем из хлеба. Ну и буквально несколько слов про сам Рейкявик. Это не только столица Исландии, но и уникальное место, где современность переплетается с богатой историей. Город славится своими многочисленными барами и ресторанами, предлагающими местные деликатесы, такие как селфос, копченая рыба, и путур, колбасы из баранины. Рейкявик также известен своей яркой ночной жизнью с множеством баров и клубов, где можно потанцевать под местную музыку. Город также обладает множеством интересных музеев, включая музей архитектуры дизайна и Национальный музей Исландии, где вы сможете погрузиться в богатую культуру страны. В общем, гуляем мы по центру Рейкявика. Город не очень приспособлен для туристов. Точнее, тут не особо много что можно поделать. Вот основная туристическая улица, которая, как я понял, длиной в 800 всего лишь метров. Все остальные активитис происходят, конечно же, на самом острове, в этих всех различных красивых местах. Другими словами, Рейкявик – это история, культура и веселье. Все в одном. Из негативного я могу отметить то, что Рейкявик считается одним из самых дорогих городов в мире. Отельные номера, рестораны и товары в магазинах могут быть сильно завышены по цене, что может сделать путешествие довольно-таки затратным. На алкоголь у них тут госмонополия и продается алкоголь в специализированных магазинах, большинство которых закрывается в 6 часов вечера. Можно, конечно, выпить что-то в баре, но помните про высокие цены. Погода в Рейкявике может быть переменчивой и непредсказуемой. Даже летом здесь бывают холодные и ветреные дни, что может повлиять на планы отдыха. Итак, вот мы находимся в том доме, куда мы приехали, где мы будем находиться в ближайшие несколько дней. Я терроризирую всех со своей камерой. Это у нас столовая зона. Илья помогает тем, тем, что заряжает телефоны, а мужчины готовят ужин. Что у нас на ужин сегодня, ребята? Мандарины. У нас нет выбора. Вот это ужин, попахивают и сжогой, но ничего страшного. Вот у нас профессионалы своего дела. Один, второй и ютубер, блогер, инстаграмер. Нет, я не то не даю. Так, ладно, идем дальше, смотрим, что у нас здесь есть. Значит, здесь у нас зал, комната для отдыха. Есть диванчики, есть стол, на котором стоит мой сок. Здесь есть место, где посидеть. Здесь есть даже небольшая магнитола, из которой скоро будет доноситься Алена Апина. Теплые, горячие батареи, за которые, за отопление которой не нужно платить, потому что она бесплатная, телевизор, радиоприемник. Идем дальше. Здесь став онли мы не идем туда. Так. И идем на второй этаж. На втором этаже у нас еще один лаунж. Где можно посидеть, полежать. Девушки могут трясти. Дальше у нас идут комнаты. Это комната для пары. Это комната наша с Лаваном. Привет. Там у нас ванна, душ. Здесь еще одна. И такая же комната, аналогичная, там. Это был наш первый день в Исландии. Я изначально планировал сделать один выпуск про все три дня в одном видео. Но так как информации очень много, я решил, что все-таки лучше, наверное, разобью на три выпуска. Потому что какая-то информация может быть полезна для тех, кто поедет еще в Исландию. Какая-то информация будет приятна для тех, кто с нами был. Поэтому было принято решение сделать именно так. Я постараюсь все оставшиеся два выпуска сделать в декабре. И вы сможете посмотреть, если вам это будет интересно. А пока подписывайтесь на канал. Оставляйте в комментариях все, что хотите. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok